Ради Хабиров смог вернуться к своим должностным обязанностям. И в этот понедельник он председательствовал на оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан. Но все было так странно, что действительно в народе в таких случаях говорят лучше бы пил. Ну да ладно. Собственно я говорю о том, что на всей оперативке, на всем этом достаточно продолжительном совещании было только две основные темы. Это специальная военная операция и то, как мы как регион в ней участвуем, и уборка мусора. Больше никаких актуальных проблем в Республике Башкортостан по версии Хабирова не осталось. Специальная военная операция и мусор. Если раньше говорилось о создании добровольческих батальонов, по-моему их создано или создается уже пять, то теперь Хабиров сообщил нам о создании именного башкирского полка. Причем инициативу об этом опять выдвинули какие-то анонимные граждане, которые инициируют подобные мероприятия. В принципе командиры инициативных групп, которые формируют два батальона, высказались с предложением сформировать именной башкирский мотострелковый полк. И я сегодня хочу сказать, что мы эту инициативу безусловно поддерживаем. И более того, принимаем на себя все необходимые усилия, траты, поддержку для этого полка. Полк это вам уже не батальон. В современной российской армии полк в зависимости от рода войск содержит от 1200 до 2500 человек. И вот именной башкирский мотострелковый полк будет формироваться в нашем регионе для отправки на специальную военную операцию. Об этом сообщил Хабиров. Подтвердил это намерение и военком, который тут же присутствовал. Уже буквально на днях будет известно штатное расписание этого полка. И Хабиров, по его словам, намерен активно влиять на формирование командования этого полка. Не знаю, зачем бы ему это нужно было, но тем не менее подобное заявление прозвучало. Также в рамках вот этой милитаристской риторики Хабиров потребовал от правительства республики срочно развернуть сеть филиалов парков «Патриот» и покрыть ими всю территорию Башкирии. Мы должны развернуть систему филиалов «Патриота» по нашей республике. Ну, это действительно прекрасное заявление, потому что не сумев газифицировать регион или обеспечить жителей региона питьевой водой, канализацией, ну и некоторыми другими изобретениями проклятого западного мира, Хабиров все-таки нашел выход. Он покроет территорию любимого региона, своей малой родины, сетью парков «Патриот». Ну, пожалуй, это достойная замена канализации, газификации и водоснабжению. Возможно, по мнению Хабирова, именно парки «Патриот» должны заменить людям более или менее сносную медицину, канализацию или хотя бы доступный транспорт. Я не знаю, но тем не менее вот такая вот инициатива поступила. Со слов дорогого Радия Фаритовича, на прошедшей неделе он вовсе не пьянствовал, как злопыхательствовали некоторые телеграм-каналы, а занимался важными вещами. И они тоже были связаны с специальной военной операцией. Например, Хабиров посетил военную кафедру бывшего УГАТУ, авиационного института. И так восхитился вообще этому явлению, но тот, кто там бывал, тот помнит, что это такое на самом деле. Но тем не менее Хабиров по этому поводу заявил буквально следующее. Последний гвоздь хочу вбить вот в эту дискуссию об огнении вузов. Собственно, вбивание гвоздя в дискуссию выразилось в том, что Хабиров посчитал великим благом то, что студенты бывшего Башкирского государственного университета теперь могут посещать военную кафедру бывшего Уфимского авиационного института. Ну вот, собственно, это и есть тот самый последний гвоздь в дискуссию. Я, так сказать, отдельно оговорюсь, что восхитился вот этими филологическими способностями дорогого Ради Фаритовича соединять несоединимое и сливать несливаемое. В рамках затянувшегося вступительного слова Хабиров представил своего очередного советника. Но вообще это стало доброй традицией, на каждой оперативке появляется по новому советнику. В этот раз это уже 12-й советник главы республики Башкортостан. 12-й это число апостолов, 12-й это число присяжных заседателей в суде. Я не знаю, с чем тут это связано, но уже дюжину помощников себе набрал Ради Фаритович. И в этот раз это был некий Ранис Хасанов. Хорошо кормленный мужчина в довольно дорогом костюме, который теперь будет возглавлять у нас в Башкирии государственное детское движение, которое называется «Движение первых». По словам этого самого Раниса, в Башкирии уже создано аж 1125 первичных отделений этой могучей организации. Ну, если вы о них ничего никогда не слышали, ну, я, кстати, тоже ничего не слышал, то это ни о чем не говорит. Ну, возможно, это очень глубоко законспирированная детская организация, которая, как говорится, себя еще покажет. Собственно, и о самом господине Хасанове известно немного. Пока понятно, что до недавнего времени он был индивидуальным предпринимателем, но, суть по всему, теперь ему индивидуально предпринимать надоело, и он решил предпринимать, как говорится, в большом и веселом коллективе детей Башкортостана. Далее перешли, вроде как, к регулярной повестке, но все равно говорили об одном и том же. Говорили далее в основном только о мусоре и его уборке. Господа Голованова, исполняющая обязанности министра ЖКХ, сообщила нам о том, что на минувшей неделе случилось 28 случаев отключения коммунальных ресурсов, причем три из них были достаточно продолжительными, более восьми часов. При этом Ирина Александровна заявила бодренько о том, что научные исследования обнаружили в республике Башкортостан благоприятную городскую среду во всех крупных и мелких городах. У республики доля городов у нас 76%, в целом по России это 54%, а в Приволжском округе 56%. Мы в Приволжском округе на третьем месте. Ну, собственно, из чего мы делаем вывод, что все разговоры о каких-то там недоработках, каких-то там спученных асфальтах и провалившихся тротуарах, это все злобные наветы солдат НАТО и пропаганда вероятного противника. Далее поговорили о неприятном. Хабиров напомнил, что еще две недели назад он давал установку, что к 10 апреля, собственно, ко вчерашней оперативке, нужно было завершить во всей республике уборку после зимы, вот весь этот мусор собрать. И по мнению Хабирова, который взял слово после Головановой, справились с этой задачей только в Уфе. Контрольное управление, я вот каждую перечитаю сейчас, ну, практически все. Дюртюли, Кумертав, Октябрьский, Белорец, Сальтамак, Белебей, Бирск, Чешмы, Янаул, Нефтекарск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мириус, Ишимбай, Салават. Ну, в принципе, вот у меня здесь замечательные картинки из жизни ваших городов. Если я это опубликую, мне выход остается вас увольнять и искать других. По Уфе, со слов того же Хабирова, ему гулять приятно, особенно на Советской площади. Я все время хотел спросить, Радий Фалидович, а вы где-нибудь еще в Уфе бывали, кроме Советской площади? Вот бесконечное посещение этой святыни уже как-то немножко поднадоело жителям республики. А вот в остальных городах республики Башкортостан продолжал тихонько бушевать глава региона, особенно в Туймазах. Администрации муниципалитетов окончательно забили на указания главы региона и ничего не стали делать. Вот Туймазы, просто как пример, вот сквер нефтяников, он что, где-то на обочине что-то находится? Вот сквер нефтяников, он полностью не причешен, не прибран совершенно. Значит, Парк Победы, даже уборка не производилась. Значит, я не буду просто позорить главы вас. Значит, я даю срок, вернее, я ничего не меняю. Вот у нас сегодня 10-е же, да? Вот до 17-го апреля контрольное управление практически вы эту неделю должны жить на территории. Хабиров потрясал каким-то фотоальбомчиком, который ему подготовило контрольное управление, и говорил, что если вдруг он кому-нибудь покажет фотографии, которые есть в этом фотоальбомчике, то придется уволить всех чиновников Башкортостана, кроме уфимских. Но, понимая разрушительность подобной перспективы, Радий Фаритович не стал показывать картинки, а только пригрозил этим, и повелел к 17-му апреля, дал еще недельку, исправить вот это вот страшное упущение, и начать убирать особенно город Туймазы. Ну, при этом Хабиров назвал задачу по уборке городов элементарной. И для меня лично, например, очевидно, что бюджетники республики внезапно поняли, что их используют как какую-то абсолютно рабскую силу, причем при выполнении тех задач, на которые уже были отпущены определенные деньги, ресурсы и прочее-прочее их же начальству. То есть, а потом их руками начинают убирать мусор в мешки. Попутно прилетело Морзаеву, все в том же выступлении Хабирова, а опять же, в связи с его прогулкой на Советской площади, он, оказывается, я имею в виду Хабиров, в выходные взял детей и пошел гулять на Советскую площадь. Ну, как будто бы никогда там не гулял, или как будто бы очень соскучился. И надо же такому случиться. Проходя мимо входа в Министерство строительства и экономики, Хабиров обнаруживает отколовшуюся плитку, которая самым ужасным образом лежит боком, значит, и что-то там, как говорится, портит общую картину. Там, где пандус вот этот для комфортной среды, там отбитая мраморная, значит, плитка. И прям лежит. И она отбита суда, потому, значит, пыль, сколько там наворочена, она не первый день. Лично Морзаеву Хабиров вставил за это дело в тык, потребовал от него лично заниматься реконструкцией любых разрушений на Советской площади. Морзаев вяло пытался объяснить руководителю региона, что есть определенная структура надзора за техническим состоянием зданий и сооружений, но Хабирова это не очень заинтересовало. И перешли дальше к обсуждению более приятных вещей. И, собственно, вкратце пробежались по контрактации самого любимого и самого хлебного занятия, я имею в виду благоустройство. Благоустройство, ремонт подъездов, дворов. Но тут немножко удалось отыграть позиции. Морзаев и Голованова бодренько доложили, что проблем ни с подрядчиками, ни с финансированием вот этих любимых занятий дорогого Радзи Фаритовича в ближайшей перспективе не предвидится. И все будет классно, круто, денежно и замечательно. Хорошо. Будем считать, что контрактацию прошли неплохо. Но теперь выйти на работу и, самое главное, принять качество на работу. Глав муниципалитетов тоже всех прошу. Хабиров смягчился, ласково напомнил, впрочем, что задачу по организации массовых субботников никто не отменял. Ну, в общем, как-то им немножко потеплело на душе. И потому он даже, в общем-то, практически пропустил мимо ушей доклад министра транспорта и дорожного строительства господина Колебанова, который сообщил о том, что ДТП на минувшей неделе случилось в 58. Пострадало 73 человека, трое погибли. Уровень погибших все еще ниже уровня прошлого года. И это, как говорится, зачет. Ямочный ремонт идет своим чередом. Он 40% выявленных ям Колебанов уже отремонтировал. Из 33 асфальтобетонных заводов уже запущено 22. Хабиров, наверное, поругал бы его за эту нерадивость, если бы не вот эти приятные новости с финансированием благоустройства. Так что пропустил он дело мимо. Завершил триединый доклад господин Гумеров, куратор Министерства по чрезвычайным ситуациям в правительстве. Он сообщил, что 90% рек в республике Башкортостан прошли пик паводка. И это не может не радовать. Причем паводок в этом году прошел практически незаметно и неразрушительно для инфраструктуры региона. И с 17 апреля вводится особый противопожарный режим в связи с тем, что уже начались лесные пожары. И первый лесной пожар зафиксирован в Белорецком районе. Ну, в принципе, это логично. Сухая погода наступила в регионе на месяц раньше обычного. И вот тот самый противопожарный режим тоже вводится пораньше. Я предупреждал, что практически все доклады на этой оперативке крутились вокруг либо мусора, либо СВО. И следующим докладом был доклад о результате мероприятий по уборке населенных пунктов республики. Ну, то самое 10 апреля, да. Хабиров, понимая, что в жанровом плане как-то все закольцевалось, он отказался слушать Голованову. И отметил, что она и ее ведомство справились с задачей на двоечку. Значит, Ирина Александровна, я предлагаю ваш доклад не заслужить, потому что, ну, на двоечку отработали. Вот, судя по данным контрольного управления, доклад ваш перенесите, Андрей, значит, на 17-е тогда. Заслушать надо будет. И, значит, ну, главы услышали, но больше повторять не буду. И потому ее отчет переносится на 17 апреля, через неделю. А вот ударнику лопаты и метлы Ратмиру Мавлиеву слово предоставили. Ратмир Рафилович сообщил нам о том, что в Уфе объявлен месячник очистки и озеленения. Также он сообщил нам, что 9 тысяч предприятий и 38 тысяч человек сотрудников этих предприятий участвовали в субботниках. В санитарных пятницах, прошедших 31 марта и 7 апреля, участвовало 9 тысяч предприятий, 38 тысяч человек и 750 единиц техники. Вот тут, конечно, бы Ратмиру помалкивать, потому что вот эта статистика нам дает довольно несложный результат, говорящий о том, что от каждого предприятия, в том числе крупных предприятий, видимо, типа УМПО, в этих мероприятиях участвовало не более 3-4 человек. А также Ратмир сообщил о том, что 11 500 сотрудников администрации МУПО в городе Уфы собирали мусор руками в мешки, и в 21 веке это называется, город, я бы сказал, именуется, санитарная очистка территории города. Силами сотрудников администрации районов жилища и коммунальных служб города была проведена санитарная очистка территории города от мусора. Участвовало более 11 тысяч человек, задействованы 500 единиц коммунальной техники. Ну и разошедшись совсем в своих самопохвальбах, господин Мавлиев сообщил нам о том, что уже на данный момент, внимание, 2,5 миллиона квадратных метров дорог Уфы отмыты особым специальным и очень дорогостоящим шампунем. 1 апреля осуществляется помывка дорог и улиц использованного специального шампуня. За отчетный период суммарно очищено более 2,5 миллионов квадратных метров дорог. Ну, собственно, так как мы визуально не видим эффекта от мытья асфальта шампунем, то я осмелюсь предположить, что вообще весь этот шампунь, его гигантские объемы и особенно его гигантская стоимость, они существуют исключительно в воображении Ратмира Мавлиева, ну и, собственно, в бухгалтерии и мэрии. Вот в этом я точно никак не сомневаюсь. Так что, ну, оплата там наверняка уже прошла. Не получилось со снегоплавильным заводом, получится с мытьем шампунем против перхоти асфальта Уфы. Должен отметить, что действительно фантазия в семье Мавлиевых, она работает бурно и эффективно, и потому они точно не останутся без своего гешефта. Если уж не удалось поплавить снег и лед в течение лета, то удастся мыть шампунем асфальт. Учитывая то, что это невозможно никак проверить ни по объему, ни по качеству, ни по количеству, соответственно, это все будет удачным способом для обогащения. Также господин Мавлиев, будучи человеком разнообразным в своих интересах и бизнес-направлениях, сообщил о том, что в 2023 году в Уфе высадят не только десятки тысяч крупномеров, но и полтора миллиона цветов. Из них 88 тысяч будут многолетние. Кроме этого, в этом придании эстетического вида общественным пространствам на центральной улице столицы коммунальной службы запланирована высадка около полутора миллионов цветов, в том числе 88 тысяч многолетних. Я бы отметил, что только 88 тысяч будут многолетними. Чтобы незаметно было по осени, к многолетним цветам Мавлиев относит, например, кустовые розы. А вот основная часть из этих полутора миллионов штук за приличные деньги будет куплена мэрия и рассажена по всему городу. Закончил Ратмир свое выступление вовсе с придыханием. Работа кипит в круглосуточном режиме, то есть в круглосуточном режиме расходуется дорогостоящий шампунь и кустовые розы. Работа кипит в круглосуточном режиме, будем продолжать весенний-летний период. Хабиров слушал с нескрываемым удовольствием доклад Ратмира Мавлиева и тоже поддержал его, сказав, что «Уфа неплохо справилась с этой задачей, понятно, а там еще грести и грести». В общем, тут, конечно, были полные обнимашки. Вы в полном праве бросить в экран того устройства, на котором смотрите нашу передачу, какой-нибудь помидор или тухлое яйцо. Но следующим докладом был опять доклад Ратмира Мавлиева о готовности парков Уфы к благоустройству. Вообще, на следующую оперативку Радий Фаридович может посадить только Мавлиева напротив себя, и они будут с удовольствием рассказывать друг другу, как они замечательно осваивают средства на благоустройстве и всевозможном улучшении города Уфы. 11 парков. Отмечу, что все проекты разрабатываются при активном участии жителей города. Остальных можно убрать, что людей занимать и, как говорится, воздух переводить. Но, тем не менее, Ратмир Рафилович доложил нам о том, что в 2023 году он не намерен останавливаться в своих планах по благоустройству Уфы и совершит 30 мероприятий по этому благоустройству. В том числе 11 парков. В составе этих 30 мероприятий эти 11 парков Ратмир нам благоустроит. Ну, собственно, в составе этих угроз были такие объекты, как сад Аксакова, который завершат реконструировать к сентябрю 2023 года, сквер имени Альбанова, парк культуры и отдыха имени нефтехимиков, улица Октябрьской революции. Вот что там благоустраивать, я вот до конца не понял. Ну, это вот типа 450-летие Уфы, но там точно ничего не успевают, там даже сломать еще ничего не успели. Сквер около мальчика, который с Кураем, освещение улицы Советской, ну, это понятное дело, ну, чтобы ради Фаридовича можно было ходить на Советскую площадь по светлу, например, зимой. Тротуары, тротуары, брусчатка на Ленина, это тоже объект благоустройства Мавлиева, но мы помним, да, что он ее, я так понял, эту брусчатку намерен менять не просто каждый год, а два раза в год, вот сейчас уже его второй раз меняют. Ну, и какой-то еще туристический код «Центр Уфы». Это уже звучит не первый раз, на это собирались истратить там чуть ли не 200 миллионов рублей, если не больше. Что это за туристический код? Ну, собственно, у нас всегда это заканчивается табличками, где желтым по коричневому что-нибудь такое напишут на двух языках. Примечательно, что, говоря про сад Аксакова, господин Мавлиев со вздохом констатировал, что несносным гражданам удалось отвоевать архитектурный облик входной группы в сад Аксакова, он-то там хотел поставить вот эту пластмассовую арочку с железочками по бокам, ну, как принято в Нефтекамске, но граждане и жители Уфы не позволили своим воем и причитанием в социальных сетях совершить подобный акт вандализма. Хочу отдельно отметить, что исторический вид входной группы с улицы Пушкина будет сохранен. Новая входная группа будет встречать жителей с улицы Новомостовой. Но, так как пластмассовая арочка была осмечена и обелечена, ее все-таки поставят, но с тыльной стороны парка она все равно там будет стоять и радовать глаз и карманы тех, кто ее возводил. В общем, вот примерно такие планы по благоустройству Уфы у нас на этот год. Ну, печальные планы, прямо скажем. Я с содроганием слушал доклад этого юного мэра-вандала, но вот такая вот перспектива у города Уфы. Завершили оперативное совещание неожиданным докладом о результатах работы за 2022 год акционерного общества «Башспирт». На сцену был приглашен Раиф Рамазанович Абдрахимов, нынешний генеральный директор «Башспирта», который доложил о том, что «Башспирт» в 2022 году входил в семерку крупнейших производителей алкоголя в Российской Федерации, суть по всему, занимая седьмое место. И в 2022 году выручка акционерного общества составила 20 миллиардов рублей. Выручка за 2022 год увеличилась на 9% по отношению к предыдущему году и составила чуть более 20 миллиардов рублей. Сумма уплаченных налогов на 3% выше уровня 2021 года – это 12,7 миллиарда, из которых 4,7 миллиарда рублей поступило в бюджет республики, что на 18% больше предыдущего года. 12,7 миллиарда рублей было выплачено налогов, акцизов и страховых взносов. Согласитесь, мощное соотношение. Из 20 миллиардов выручки 12,7 – это налоги, сборы и страховые взносы. Причем из этих 12 миллиардов налогов и сборов в казну Республики Башкортостан попало только 30%. Чистая прибыль предприятия была весьма скромной, составила 31 миллион рублей на фоне 20 миллиардов выручки. Трехпроцентный рост объема производства зафиксировал господин Абдрахимов в прошлом году. И 8-процентный рост объема выручки. К своим достижениям господин Абдрахимов отнес, например, сокращение кредитного портфеля аж на 24%. Не знаю, зачем там назанимали денег предыдущие менеджеры. Но, собственно, речь здесь, конечно же, даже контекстно, подтекстно шла вовсе не о деятельности господина Абдрахимова, а о том, каким образом будет оценена деятельность предыдущего менеджмента Башспирта, действительно крупнейшего налогоплательщика региона и действительно флагмана производства в Республике Башкортостан. Мы знаем, что правоохранительные органы оценили деятельность предыдущего менеджмента как достойную возбуждению уголовного дела. И даже звучали цифры о том, что правоохранители, следственные органы сейчас предполагают охищение более чем 400 миллионов рублей из предприятия Башспирт. Но на данный момент что-то как-то ничего не слышно. Где находится бывший генеральный директор этого предприятия Ногуманов? Вообще даже географически непонятно, где он находится. В России, не в России, жив он или покинул этот мир, не знаем. Почему совершенно спокойно и с улыбкой на свободе сейчас на данный момент господин Стрижнев, если менеджмент Башспирта обвиняется в хищении таких гигантских сумм. И прочее, и прочее. Вот тут, конечно, недоумение вызывает ситуация. И хотелось бы каких-то развязок. Потому что да, господина Абдрахимова действительно поставили на спасение предприятия. И сам Хабиров это не скрывает. Потому что, комментируя, резюмируя доклад Раифа Рамазановича, Хабиров сказал, что предприятие пришлось стабилизировать. Вот предприятие надо было стабилизировать, что на данный момент происходит. Ну а по сути спасать. После того, как там так вот нещадно поураганили вот эти товарищи Нагумановы, Стрижневы и Сидякины. Ну и, видимо, спасти действительно предприятие удалось. Но вот теперь хотелось бы, чтобы этот гештальт был закрыт полностью. Хотелось бы, чтобы нам объяснили, что бывает за то, что ты входишь в управление крупнейшим предприятием, государственным предприятием в регионе. Похищаешь после этого 400 миллионов рублей или более того, как я предполагаю. И вот что тебе за это полагается? Орден Салавата Юлаева, почетная должность в правящей партии государства. Или, как говорится, тихонечко съехать в теплые края на острова и жить там остаток жизни, оставив своим детям 10 раз больше, чем необходимо вообще для нормальной жизни. Вот что из этих перспектив? Или все-таки кому-то что-то за это обломится согласно Уголовного кодекса? Вот это хотелось бы понять. То, что господин Абдрахимов спас предприятие, это хорошо. То, что оно будет дальше работать и приносить какие-то налоги в казну Республики и Российской Федерации, это тоже неплохо. Но хотелось бы обычной человеческой справедливости. И завершая вот эту историю про баш-спирт, я скажу, что пока я слушал и готовил собственное выступление и слушал Абдрахимову, я неоднократно впадал в состояние дежавю. Потому что 4 года назад, в 2019 году, тоже сменился менеджмент. Значит, там вот пришли вот эти Нагумановы, Сидякины, Стрижневы. И мы тогда делали вот этот злосчастный выпуск, после которого на нас баш-спирт подал в суд за то, что мы предыдущий менеджмент этой компании назвали вороватым и жуликоватым. Вот за это нас подали в суд, и мы там судились с ними чуть ли не 2 года. Слава богу, суд оказался справедливым и разобрался в ситуации. Дежавю моя заключается в том, что я сейчас уже был готов назвать предыдущий менеджмент в лице Нагуманова, Сидякина и Стрижнева вороватым и жуликоватым, но пока этого делать не буду. Вдруг господин Абдорахимов тоже печется о своих предшественниках и тоже подаст на нас суд. В одну и ту же реку войти дважды нельзя, так что надеемся, что все обойдется благополучно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова